здравствуйте вы на канале баланс стиля поисках идеального метода построения выкройки я строила их разными способами и учитывая большое количество мерок и вариантами в которых для нахождения маленького отрезка нужно решить трехэтажные дроби и ни одно пробное изделие сшитое по этим выкройкам не села на меня сразу идеально все они нуждались в корректировках сейчас покажу вам неординарный метод построения выкройки построив выкройку таким образом вы сразу получите хороший результат этим способом легко делать выкройки изделий небольшого размера но и большие тоже возможно просто сложнее берете ваши самые удобные трусики если белье не жалко разрезать то разрезаем так вам будет удобнее если нет проводим вертикальную центральную линию по всему изделию и будете его поворачивать процессе мне это изделие испортить не жалко поэтому я его разрезаю сначала по бокам теперь определяем центральную линию мне в данном случае удобнее у меня центром является шов определим центр на задней части в этой области изделие прошито плохо здесь центр смещен можно мерить линейкой для определения центра можно просто согнуть изделие и сделать отметки по центру и так по всему периметру разрезаем по центральной линии обычно такие трусики остаются с нами непомерно долго из-за того что в них максимально комфортно потому возможно белье немного растянулось мы это учтем сначала строим выкройку основываясь на том что есть мне понадобится одна половина немного повредила ластовицу при разрезании но это не столь важно нам главное знать границы ластовицы берем малярный скотч и наклеиваем на изделие и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разделяем эту деталь на верхнюю, нижнюю часть и ластовицу. Субтитры сделал DimaTorzok Отклеиваем малярный скотч. Когда доходим до линии разреза детали, отрезаем ее и следующую деталь будем отклеивать отдельно. Субтитры сделал DimaTorzok У нас получились такие детали. Теперь нам нужно эти детали приклеить на бумагу. Ориентируемся по ровной линии. Обычно на трусиках центральная линия и перпендикулярно ей идет верхняя. Но в моем случае верхняя линия скошенная, поэтому ориентируемся только по этой. Далее ластовица. В случае с ластовицей мы учитываем и вертикальную, и горизонтальную линию, которая ей перпендикулярна. Вот в этом месте деталь может немного отставать. Это из-за того, что изделие сделано из эластичной ткани и со временем оно здесь растянулось. Теперь нам нужно скорректировать неровности. Вот здесь наша горизонтальная линия должна быть перпендикулярно центральной. Здесь буквально пару миллиметров не хватает. Готово! Если ваше изделие растянуто, вам нужно приблизительно определить на сколько. Если совсем чуть-чуть, то уменьшим только горизонтальные линии изделия на коэффициент 0,95. Если сильно, то берем коэффициент меньше. Чем меньше коэффициент, тем больше он сузит ваше изделие. Основные горизонтальные линии в данном случае являются линия талии. Нам нужно будет провести горизонтальную. Приблизительно определим центральную горизонтальную линию на передней части, также на задней. И, возможно, слегка нужно будет уменьшить ластовицу. Проведем нашу линию талии в центре соприкосновения наших трусиков. Измеряем горизонтальные линии. Здесь условно проведем линию примерно в этом месте. На задней детали проведем дополнительную линию вот здесь. 7 сантиметров 5 миллиметров. Если вы строите стринги, как и я, то посмотрите, растянулось ли ваше изделие вот в этой части. Это очень маловероятно. Но если да, проведите одну-две дополнительные горизонтальные линии и уменьшите их тоже. Я провела дополнительную горизонтальную условную линию талии, которая равна 14,8. Вспомогательная горизонтальная линия по центру этой детали равна 8. Внизу горизонтальная линия равна 2,8. Соответственно, верх ластовицы также равен 2,8. Внизу ластовица равна 1,7. Соответственно, низ задней части равен 1,7. Вспомогательная линия по центру задней части равна 7,5. И условная линия талии – 16. Теперь умножаем все эти горизонтальные линии на коэффициент 0,95. У меня очень маленькие показатели, поэтому коэффициент 0,95 уменьшил мои горизонтальные линии совсем на незначительное расстояние. Теперь, ориентируясь по вот этим новым точкам, мы корректируем изделие. Очень маловероятно, что у вас растянулось изделие в области ластовицы, но если так, то вы знаете, как его уменьшить. Если ластовица не растянулась, то и вот это значение не уменьшайте. В этой части я уменьшать ничего не буду, просто закруглю свою новую линию вот в эту часть. На моей привычной выкройке трусиков верхняя линия равна 16, и на передней части, и на задней. Значит, объем в готовом виде равен 64, а если 16 уменьшаем на коэффициент 0,95, то 16 превращается в 15,2. Соответственно, объем в готовом виде равен 15,2 умножить на 4. 60,8. То есть на 3 сантиметра меньше. Так что, если по линии талии сужать изделие настолько не нужно, то для этой линии возьмите коэффициент чуть побольше. Я строила эту выкройку не по самому моему удобному белью. Сейчас сравним полученную выкройку с моей выкройкой, по которой я шью себе белье. Я шью белье достаточно часто, поэтому я сделала себе его из картона. Здесь у меня есть все пометки и даже припуски. Давайте сравним вот эту выкройку с той, которую мы построили сейчас. Не учитываем припуски. И так выглядит моя ластовица. 12 сантиметров в длину. Здесь же ластовица составляет 8 сантиметров в длину. Вот настолько длиннее моя ластовица. Верхняя часть. Также не учитываю припуск. Уравниваю с вот этой линией. Вот настолько отличается передняя часть выкройки, из которой я шью себе удобные и комфортные изделия, от выкройки покупного белья. Задняя часть выглядит у меня так. Не учитываем припуски. Уравниваем снизу. Так выглядит задняя часть. Конечно, если учитывать, что у меня ластовица на 4 сантиметра больше, то если мы уравняем мою привычную выкройку с этой выкройкой, то будет ситуация немного иная. То есть, здесь 2 сантиметра, которые у меня, допустим, ушли в мою ластовицу. А здесь без учета припуска 3 сантиметра. По длине это не сильно отличается от того, что мне нужно, но боковые части совсем не совпадают с тем, как мне привычно. Также отличаются верхние линии. Здесь приблизительно совпадает. Здесь 16 и плюс мой припуск. А здесь 14,8, а у меня 16. То есть, цельная передняя часть в моей выкройке составляет 32, а в этой 29,6. Кажется, что это совсем незначительная разница, но недостаток этих буквально 3 сантиметров доставил бы дискомфорт. Белье должно быть удобным. Если вы приблизительно моей комплекции, талия у меня равна 62, бедра 88, можете скопировать мою выкройку и попробовать сшить по ней. Возможно, для вас она тоже будет очень удобной. Эти дополнительные линии проведены для удобства. Когда я выкраиваю полностью детали из ткани, я это не учитываю, но когда я вместо ткани хочу использовать декоративную резинку, эта линия является моей новой верхней линией вместо этой. Если вы хотели бы построить таким способом выкройку с выточкой, например, но не знаете, как этого сделать, пишите, сниму отдельное видео. Надеюсь, было информативно. Подписывайтесь, ставьте лайк и будьте стильными! Подписывайтесь, ставьте лайк и 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 подписывайтесь, став